Ну а прямо сейчас смотрите авторскую рубрику Марии Петрашко. Успеть до полуночи. Вернемся к событиям в США и обсудим, как разворачивалась эта президентская гонка. До разрешения главной американской интриги остаются считанные дни. Уже 14 декабря в понедельник коллегия выборщиков США окончательно определится, кто станет 46-м американским президентом. Байден или Трамп? От этого выбора зависит и расстановка сил на международной арене. Байден. Он разорит Америку? Он по сути дела разорит Америку. Ты худший президент. Готовится государственный переворот. Накладно. Это тоже значит фейк. Итак, выборы этого года назвали самыми скандальными в истории США. Вот и обсудим американские гонки за кресло в Белом доме. У нас в гостях Андрей Савиных, председатель комиссии по международным делам на Палате представителей Национального собрания Беларуси. И из Киева позже присоединится Елена Диченко, политический эксперт. Актуально, если учесть дружбу украинского политического эстеблишмента с Читой Байдена. Голосующие мертвецы. То есть проголосовали даже те, кто уже, кажется, давно умер. По 125% голосов из 100. 300 тысяч потерянных бюллетеней во время почтового голосования. Они дали мне 5 долларов, чтобы я проголосовала за Байдена. Чиновники-демократы избегают прозрачности и отчетности на каждом шагу. Сейчас они держат наших наблюдателей на таком расстоянии, что те не могут разглядеть ничего. А до этого полгода протестов против расовой дискриминации, против жестокости полиции, даже против карантинных ограничений. А до этого импичмент Трампа. Это год так не задался 2020 в США или все-таки не случайность? И были предпосылки? Ну, безусловно, это были предпосылки. Дело все в том, что впервые за последние, ну, наверное, 50-60 лет у американской элиты наметился серьезный, я бы сказал, экзистенциальный раскол. Ты худший президент в истории Америки. Если бы слушали тебя с коронавирусом, умерли бы миллионы. С этим клоуном слово не вставить. Раскол прежде всего идет между сторонниками глобального проекта, которые защищают доллар в качестве мировой валюты и всемирную торговую систему, которая обеспечивает глобальное доминирование США. И этот подход полностью убивает промышленность в Соединенных Штатах Америки. Но Трамп ведь хотел вернуть рабочие места на США. Он выступает контрпартнером, который хочет вернуть Америке промышленную мощь. Что выгодно, в принципе, среднему классу. Прежде всего для американских граждан. Вот большинство американских граждан. Но он вроде как не выигрывает пока что. Но другой вопрос, что против него очень мощно мобилизовались все глобалисты, причем это и Голливуд, и международные IT-компании, все сетевые ресурсы. И это самое удивительное, это еще и американское чиновничество, которое привыкло жить в ситуации глобального доминирования, и они не хотят ничего менять. Поэтому армия против Трампа оказалась достаточно масштабной. Всем бьем! Уберите меня со сцены! Уберите! Прямо из Киева к нам сейчас подключится политический эксперт Елена Дьяченко. И продолжим вместе с ней дискуссию. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Мария. Мы вспомнили о том, что еще полгода назад начались протесты, расовый бунт настоящий, и вот освещалось по-разному в прореспубликанских СМИ, в продемократических. Но что интересно, журналистка РТВА и русскоязычного канала из Нью-Йорка, она прям пришла в гущу событий и рассказывала о том, что привозили еду, воду, предлагали юридическую помощь протестующим. То есть это не выглядело как спонтанные протесты. Но кому вопрос это могло быть выгодным? Вот как вы считаете? Эти протесты напрямую были связаны и были инициированы Демократической партией Соединенных Штатов. А группа черных избирателей в качестве одной из важных групп прописана в избирательной программе Джозефа Байдена. И мы увидели, что к концу претендентской каденции Дональда Трампа количество черных избирателей среди его сторонников, как показывала социология, немного, но все-таки выросло. Случайно ничего не бывает, особенно в госпрезидентских выборах. Ну а кстати, за последние 12 лет после выборов темнокожего президента Барака Обамы особо ничего не изменилось. Хоть и почти 13% жителей США это темнокожие, но как убивали их и в 99% случаев безнаказанными остаются сотрудники полиции. При правлении Барака Обамы было убито 7 темнокожих, громких таких было убийств, но подобных протестов не было. Почему все на Трампа столько вылилось и почему про демократических штатах губернаторы отказались от его помощи? 75 тысяч федеральных силовиков он предлагал. Дали денег и на раскручивание вот этого расового протеста. По большому счету в США, если мне не изменяет память, по статистике каждый год убивают 1100 и темнокожих. 1100, это довольно... и эта цифра не меняется из года. И никто раньше не обращал внимания, а вот прямо перед выборами решили... Но начали раздувать эту ситуацию, потому что Трамп реально испугал финансовый капитал, глобальный финансовый капитал, и они почувствовали серьезную угрозу. Причина в том, что он всю жизнь мечтал о единоличном правлении элиты, перераспределяющей богатство и устанавливающей правила для остальных. И самой большой угрозой для его достижений, сделанных благодаря инвестициям в президента Обаму и компанию Хиллари, это Дональд Трамп. Самая большая угроза для всех достижений Сороса. Ну, нынешние протесты сравнивают с Фергюсоном 2014-го, тогда по расследованию Fox News, главный спонсор демократической партии США, поддерживающей Хиллари Клинтон, Джордж Сорос, потратил 33 миллиона долларов на то, чтобы подкормить группу подстрекателей во время протестов. В этот раз денег было потрачено гораздо больше. Хотя я не могу провести аудит. Хорошо, ну вот Сьюзен Райс, экс-советник Барака Обама, она вообще сказала, что это русская методичка. Елена, вы человек, который был свидетелем Майдана в Украине, каких-то таких протестных движений, там тоже многие искали различные методички. Вот вы могли бы какую-то аналогию провести? Меня удивляет то, что демократы во главе с Байденом решили применить технологии цветных революций, которые они обычно применяли в странах третьего мира, у себя на родине. То есть не побоялись тех последствий, которым они могут привести ради прихода к власти. Кстати, здесь очень, я полностью согласен с этой оценкой. Здесь очень интересно было бы отметить также еще, что демократическая партия, кстати, в отличие от республиканцев, они всегда действуют очень жестко. Вот отказ губернаторов, демократов пригласить войска, то есть силы правопорядка, это по сути дела попытка уничтожить Трампа любой ценой. Ну мы помним знаменитое высказывание Байдена этим летом. Если у тебя проблемы с выбором, за меня ты или за Трампа, значит ты не черный. Почему все-таки Трамп жестко себя не повел? Трамп и представляющие его бизнесмены опираются на США как национальное государство, и поэтому их заботит, естественно, перспектива развития этого национального государства. Что демократы, они действуют как транснациональные финансовые корпорации. Для них что США, что Китай, что Великобритания, в принципе, большой разницы не имеют. И какие перспективы будут у США через 5-10 лет, их сильно не интересует. Предполагается, что президенты должны руководить, а не заниматься глупостью и имитировать мужественность. Та страна, получается, которая себя 200 лет позиционировала как учитель демократии для нас, менее развитых государственных представлений, как экспортер демократии, тут предстала перед нами во всей своей красе. Вопрос, насколько США имеют моральное право дальше продолжать нас учить любить родину, учить строить демократию. Это показывает и, вот, кстати, о вопросе, как они могут учить нас демократии. После того, как Байден, не дожидаясь каких-то первоначальных вообще итогов, самопровозгласил себя уже президентом, в продемократических СМИ начались просто флешмоб «Перебей Трампа», как его перебивали, когда он пытался что-то сказать. Я такого не видела даже в странах постсоветского пространства. Мы прерываем трансляцию из-за того, что сказанное действующим президентом было по большей части полностью неверно. Мы снова находимся в необычном положении. Не только прерываем президента США, но и поправляем его. Развлекает вот этот разговор о том, как они могут нас учить. Дело все в том, что демократия никогда не была целью Соединенных Штатов Америки. А что же цель? Вы знаете, как простые американцы воспринимают американское государство, прежде всего? Государство для них, по сути дела, это аппарат принуждения и насилия, защищающих права бизнеса, транснациональной корпорации. Хорошо, а почему тогда опросы показывают 56% американцев, сказали, что они за последние 4 года при Трампе, получается, стали жить лучше экономически. Это несмотря на пандемию коронавируса, безработицу. Трамп, получается, проигрывает. Как так? Вот это очень интересный феномен, о котором надо рассуждать. И для меня, например, будет очень интересно понять, насколько все-таки эти манипулятивные технологии могут лишить людей разума до такой степени, что они примут решение, противоречащее их кровным долгосрочным интересам. И мы узнаем это, когда окончательно будут объявляться. Ну, ближайший. На инаугурации, да? В ближайший месяц. Чего инаугурацию увидим, тогда и поймем. Но Байден, он настоящий демократ, и я настоящий демократ. Джо, вы знаете, он хороший чувак. Это ложь, то, как они говорят и спорят о жизни чернокожих. Неужели моя жизнь находится в руках этих белых людей? Вот Дональд Трамп обещал закончить эпоху бесконечных войн, не спешил транжирить деньги из бюджета на заграничные военные компании, повысил членские взносы НАТО, начал вывод войск из Афганистана. Но как-то вот не вписываются все эти шаги Трампа в грезы Байдена о мировом господстве. Я пришел на этот пост, чтобы восстановить душу Америки, чтобы восстановить костяк этой нации, средний класс, и сделать Америку снова уважаемой во всем мире. Как вы думаете, каковы прогнозы, чего нам ждать? Не, ну, мировым господством озабочены оба, и Трамп, и Байден. Поэтому здесь делать между ними разницы не приходится. Трамп просто-напросто более рационально готов был тратить деньги. Почему? Потому что ему, как действующему президенту, было очень понятно, что империя надорвалась. Содержать 700 баз по всему миру, содержать огромный военно-промышленный комплекс, смешиваться во внутренние дела всех стран буквально. Накладно. Из-за исключения не просто накладно, становится уже невозможным. Но он же бизнесмен. В силу вот этого финансового кризиса и долгового кризиса. И он, у него была другая стратегия. У него было желание перезагрузить в Соединенных Штатах Америки ситуацию, вернуть производство по максимуму, с тем, чтобы обеспечить налоговые поступления, и потом вернуться опять в мир с новым глобальным проектом. 4-5 лет с ним было бы комфортно, поскольку он бы перестал вмешиваться во внутренние дела других стран. Но потом было бы сложно, поскольку Америка обрела бы новую мощь. Ты уволен, проваливай. В этом плане Байден для нас, конечно, гораздо более предпочтителен. Он разорит Америку? Он, по сути дела, разорит Америку. Во многом есть мнение, что она сойдет с исторической ареной, как сверхдержава. А как в Киеве настроение? А чего ждут от Джо Байдена? Поговаривают после выборов готовится госпереворот в пользу экс-президента Петра Алексеевича Порошенко. В Украине готовится государственный переворот. Заговор возглавляет и направляет лично Порошенко. Ты что, дорогой, не знал? Тебя же выгнали. Вот бумага. В смысле? Кто подписал? Порошенко? Эти слухи в основном создает команда Петра Порошенко, который никак не может смириться с тем, что он проиграл президентские выборы полтора года назад. Сегодня большинство чиновников, не скрываясь, ходят отчитываться перед американским послом. Американский посол, не стесняясь, дает указания и органам власти, и президенту, и парламенту. В меморандуме с Международным валютным фондом уже не стесняясь прописаны любые шаги, не связанные никак с теми процентами по кредиту, которые Украина платит. Ну вот я даже слышала, что как только заговорили о вакцине против коронавируса из России, вроде как министр здравоохранения Украины был приглашен в этот же день в американское посольство, и уже потом вечером сообщил, что Украина ни в коем случае не будет ни закупать, ни испытывать. Вплоть до такого диктует настолько? Ладно, бог сниму с министром здравоохранения. Он, в принципе, пока один из самых здравомыслящих представителей правительства на сегодняшний день. Но в тот же день посольство Соединенных Штатов Америки заявило от имени Украины, что она не будет закупать российскую вакцину. Но, к сожалению, каких-то позитивных ожиданий от политики Байдена, мне кажется, ждать не приходится. Но кроме того, я думаю, что он возобновит североатлантическую повестку, да, постарается вернуть интерес к НАТО, перезагрузить отношения на Ближнем Востоке. К сожалению, нашим государствам отведена роль, может даже, я не знаю, удастся ли сохранить государство. Он усилит транснациональные корпорации, для которых любое сильное национальное государство является помехой. Нет, абсолютно корректная оценка. Я полностью согласен с каждым словом, которое было сказано. Байден просто подведет ее к краю пропасти. Да, все правильно. Но нам, что делать странам постсоветского пространства? Нам надо создавать собственный макрорегион, которым будет свое разделение труда, своя финансовая система, свои торговые правила, стандарты. И за счет этого выходить на уровень, к моменту формирования многополярного мира, выходить на уровень полноценного макрорегиона. Но вы больше говорите про интеграцию с Российской Федерацией? Я говорю не только с Россией. Безусловно, Россия – это номер один в нашей интеграции. Но я имею в виду и другие страны. Естественно, Казахстан. И кто знает, может быть, и политика Украины может изменится чудесным образом через 3-5 лет. Это ваш вопрос очень сложный. Но у меня нет опыта работы в политике. И это жирный плюс. Какие ваши прогнозы? Что в Украине это делать, чтобы как-то поменять повестку все-таки? Я повторю, что главная задача – выжить как государство. Чтобы каким-то образом упорядочить деятельность в том числе и 40-х негосударственных организаций, которые сейчас формировали общественные советы при органах власти, которые заводят в парламент и в правительство и в силовые структуры людей, которые напрямую подчиняются непосредственно государственному департаменту Соединенных Штатов Америки. Я тоже очень надеюсь, как и коллега у вас в студии, на то, что Украина вернется к национальному прагматизму, вернется к каким-то рациональным, прагматичным отношениям к своим ближайшим соседям, с которыми тоже, к сожалению, мы рассорились за последние годы. На этом все. Надеюсь, у вас появилась пища для размышлений. Главное – успеть подумать до полуночи. Больше актуальной информации в нашем телеграм-канале АТН-Дьюс. АТН-Дьюс.